Всем привет! С наступившим вас Новым Годом! Я хочу, чтобы не скучать по LP, сделать немножко видео по DevOps. Чтобы не получилось как с Puppet, который я забросил, так как я перестал им пользоваться, я хочу сделать видео по каким-то инструментам, которые я сейчас активно использую, и постараюсь сделать видео почаще. Потому что я чувствую, что рано или поздно произойдет то же самое, что произошло с Windows. Я забыл абсолютно, как ей пользоваться. Если я лет пять назад мог отвечать на любые вопросы по Windows серверу, сейчас я уже не помню ничего о нем совершенно. Так что мы с вами сейчас сделаем плейлист по Jenkins. Чтобы было с чего нам начать, я сделаю небольшое вводное видео вообще, в принципе, по системе CICD. У меня все тот же Mac 2011 года. Вы можете периодически слышать, как на нем начинают взвывать вентиляторы. Кроме того, я в прошлый раз записал нам видео по сборке ядра в не очень хорошем качестве. Сейчас я постараюсь это как-то скорректировать. Кроме того, я периодически громко щелкаю тачпадом. Надеюсь, скоро я себе возьму микрофон, и мы от этого избавимся. Итак, мы будем говорить о CICD. У нас, как правило, занятие практическое, но так как это вводное по Jenkins'у, нам придется сделать небольшую теоретическую часть, с которой я буду разговаривать, а делать мы ничего не будем. Итак, для начала мы с вами будем сравнивать решения. Если говорить о CICD, у нас здесь есть две части – CI и CD. CI – это у нас Continuous Integration, или непрерывная интеграция, разработка, можно так сказать. Ее суть заключается в том, что мы объединяем работу нескольких разработчиков, собираем, что у нас там получилось, проверяем, и если у нас все хорошо, мы получаем сборочный артефакт и, например, возвращаем что-то в систему разработки версий. Опять же, существует огромное количество различных стратегий, как все это делать. У нас здесь такой базовый пример на корзинке. У нас есть один разработчик, несколько разработчиков, которые как-то работают над какими-то частями программы. Они периодически заливают это все в какую-нибудь систему управления версиями. Вот у нас она здесь, Version Control System. Чаще всего это у нас Git. Есть извращенцы, которые пользуются SVN. Суть в том, что разрабатываются различные блоки программного обеспечения, и каждое изменение желательно проверять. То есть, если какой-то разработчик внес какое-то изменение, нам нужно забрать его изменение и весь остальной код, собрать, если там что-то собирается, и проверить все части, работают ли они так, как нам хотелось бы. Чаще всего это в Git выглядит, как, например, разработчик создает, ну, что-то на чем-то там работает, 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 у него много-много коммитов. В конце концов, он хочет влиться, например, в нашу редку мастер в Git. И создает Merge Request. Система CI у нас чаще всего автоматизированная, она работает чаще всего по триггерам, она следит за изменениями в нашем Git, в нашей системе контроль-версии. И, например, она может реагировать на каждый новый коммит, на каждое новое дополнение, или, например, она может реагировать на Merge Request. То есть, как только создается такой запрос на вливание новой части кода в основную нашу ветку, в мастер, например, у нас система, наша CI-CD, она забирает код из этой ветки, собирает его, проверяет, прогоняет различные тесты, может делать все, что угодно. И если все тесты у нас, например, проходят успешно, она добавляет информацию в Git. Поэтому у меня такая стрелочка обратная, которая говорит, что все тесты прошли успешно, и, например, мы этот CI можем настроить на автоматическое одобрение таких Merge Request. То есть, грубо говоря, суть нашего CI-CD и вообще работы DevOps в том, чтобы максимально все автоматизировать, чтобы разработчик делал только свое дело, он только пишет код, все остальное делает DevOps, но DevOps, по сути, тоже ничего не делает, он настраивает один раз все так, чтобы оно работало автоматизированно. То есть, разработчик просто пишет свои изменения, и вся эта система автоматически проверяет, насколько изменения корректны, и если все корректно, она сама их объединяет, делает слияние, тесты, опрувит, собирает. И вы видите, у меня здесь внизу есть такой еще артефакт, например, это может быть докер-образ, который собирается, например, это может быть компиляция какого-то пакета, это может быть сборка какого-нибудь пакета, не знаю, Debian и CentOS, все что угодно. То есть, в результате Continuous Integration у нас происходит сборка кода и его тестирование, точно так же может получаться какой-то артефакт, как результат сборки, какой-то пакет, который мы можем потом использовать. Опять же, еще раз повторюсь, куча стратегий того, как это использовать. Мы с вами просто азы проходим, чтобы вы разобрались, как это работает, как это вы в дальнейшем будете использовать, это ваше дело. Дальше у нас есть вторая часть, это CD. CD, по сути, делится, можно сказать, на две части, это Continuous Delivery и Continuous Deployment. Условно говоря, мы, опять же так, сейчас разберемся с вами, у нас есть непрерывная доставка, непрерывное развертывание. Суть в том, что после CI, после нашей интеграции, у нас есть какой-то артефакт, чаще всего. Может быть, у нас нет артефакта, неважно. Может быть, мы просто код продолжаем тестировать и обратно загоняем в гид, как проверенный и одобренный. Но система Continuous Delivery у нас занимается тем, что она у нас может дальше двигаться. У нас об этом будет следующий слайд. Continuous Delivery – это, как правило, какие-то практики, которые нацелены на то, чтобы у нас происходило постоянное развертывание программного обеспечения. То есть разработчик сделал какую-то часть, сделал Merge Request, CI у нас проверил то, что все в порядке, в гид отчитался, слил, сказал все нормально, у нас есть артефакт, и мы этот артефакт сразу автоматически развертываем в какую-то такую среду стейджинговую, на какие-то тестовые сервера. То есть, по сути, тут опять же, в чем непрерывность заключается, в том, что эти методы, они гарантируют такое быстрое развертывание кода автоматическое. Если есть какие-то изменения в ГИТе, то у нас, если все тесты пробегают успешно, через 5-10 минут, в зависимости от того, что вы собираете, уже в тестовой среде разработчик может трогать и смотреть, что получилось. Опять же, тут стратегий еще больше в Continuous Delivery. У вас может это все развернуться в стейдж-среде, и затем у вас могут пробегать какие-то дополнительные тесты. Уже не юнит-тесты, а какие-нибудь функциональные тесты, интеграционные тесты. Куча различных тестов уже, допустим, с какими-то боевыми данными, с какой-то, может быть, какие-то частые запросы начинают делаться. То есть, уже в стейджинге у нас может происходить более серьезное тестирование. И, собственно, Continuous Delivery, как правило, имеется в виду, такой непрерывный процесс. Разработчик отправил Commit в ГИТ, и через 5 минут он уже может работать с какими-то серверами, смотреть, что там получилось, что залилось. То есть, исключаются все действия руками для разработчика. Ему не нужно ничего руками собирать, тестировать, деплоить. DevOps настроил конвейер вот этот, который все делает до стейджа. Так вот, есть у нас еще Continuous Deployment, который, по сути, немножко шире. Непрерывное развертывание, оно означает то, что у нас этот новый функционал после тестирования может попасть уже даже и в продакшн. Ну, так редко делают. Опять же, Delivery Deployment тут разница, грубо говоря, в уровне автоматизации. Редко, когда, опять же, зависит от тратегии, но редко, когда мы хотим, чтобы у нас автоматические изменения попадали на продакшн, даже если мы все проверили руками. В смысле, автоматически в стейдже все работает, все тесты прошли успешно. Как правило, мы хотим, чтобы в продакшн это у нас попадало по нажатию кнопки, когда мы знаем то, что вот сегодня у нас в 9 вечера релиз, мы релизим и потом час сидим, ждем, смотрим, какие у нас могут прилетать ошибки. Но, опять же, стратегий куча. Может быть, какой-нибудь канареечный Deploy, Blue Green Deploy, или у нас очень часто выходят изменения, и нам нужно, чтобы они все-таки часто попадали в продакшн, тогда у нас может использоваться этот Continuous Deployment, и после того, как код попадает в стейдж, и в стейдж он работает, и все прекрасно, у нас может быть настроена система Deploy так, что после успешного Deploy на стейдж и тестирования у нас точно так же автоматически деплоится в продакшн. И там, опять же, может пробегать какой-то еще этап тестирования и так далее, но суть в том, что тот артефакт, который мы изначально собрали в CI, многие системы могут его подписывать, и точно такой же артефакт у нас деплоится на стейдж, и потом точно такой же деплоится на про. И на эту тему как раз у нас есть следующий слайд, который показывает, я вот показал, откуда я вытащил эту картинку, приблизительно, как у нас этот процесс DevOps'а выстроен. То есть у нас есть код, у нас этот код может автоматически собираться, потом может этот код сливаться, делается его тестирование, это Continuous Integration, затем мы можем создать релиз, это Continuous Delivery, когда мы имеем какой-то релиз, который зарелижен у нас на какие-то сервера, и еще у нас может быть деплой, когда у нас это произошло, действительно деплой в наши продакшн-сервера или в какие-то контуры. И DevOps занимается тем, что он весь этот процесс обслуживает и может там дальше еще что-то автоматизированное поделать. Опять же, еще раз подчеркну, это у нас самый простой вариант, я рассматриваю, куча стратегий существует, самые замороченные, которые я видел, это у нас в Ланите, когда я работал, когда релизятся госзакупки, там это вообще такая очень мощная, интересная, продвинутая система. И, собственно, мастерство DevOps'а заключается в том, чтобы эту систему максимально автоматизировать так, чтобы у вас только проверенный код попадал туда, куда нужно, и можно настроить автоматические откаты, например, если он попал куда-то туда-туда-то, и потом пошли какие-то ошибки, чтобы он откатил на предыдущую версию и так далее, и так далее. Мы с этим всем будем разбираться по ходу дела. Сейчас у нас просто разговор о том, что такое CICD, и это как раз-таки инструменты, которые позволяют вот этот процесс выстроить. И у меня есть маленькая картинка по сравнению, инструментов много. На тему их сравнения есть, опять же, множество абсолютно статей, вы можете сами почитать, я просто важное для меня выделил. Я работал со всеми этими инструментами, только с CircleCI я работал крайне мало. Я не успел его изоюзать, с остальными я работал. У нас здесь есть с вами Bamboo атласиновский, у нас есть Jenskins, TeamCity, GitLab CI и CircleCI. Что можно сказать в целом про них? Bamboo – это очень мощный и серьезный инструмент, у которого классно интеграция с остальными атласиновскими инструментами, с какой-нибудь там жирой, с конфлиенсом, когда у вас там кто-нибудь в жире заводит таск, у вас сразу этот таск там привязывается к диплою или наоборот, и так далее, и так далее. Это серьезный, мощный инструмент, бамбушка, такая замороченная штука, которую не очень просто настраивать, но в какой-то большой корпоративной среде этот инструмент незаменимый. Дальше есть мой любимый Jenkins, который подходит и для больших компаний, и для маленьких. Но если, конечно, у вас там уже, не знаю, 500 разработчиков и куча программного обеспечения, там на Jenkins это будет построить тяжело. Да и даже, наверное, от 100 разработчиков, может быть, даже от 50, но от 50 нет, от 100 разработчиков, и в зависимости от интенсивности надо уже использовать бамбушку, наверное. Так вот, Jenkins у нас отличается от всех этих инструментов тем, что он полностью бесплатный open-source инструмент. Минусы его основные заключаются в том, что у него, как у любого open-source инструмента, множество модулей, которые могут друг с другом конфликтовать, не обновляться, и вот с этим количеством модулей можно очень сильно запутаться. Кроме того, из минусов по Jenkins'у нужно отметить то, что у него абсолютно ужасный графический интерфейс, но мы редко к нему обращаемся. Если мы все грамотно настроим, нам в его веб-морду вообще лезть не нужно. Он все будет делать сам, и вам вообще не нужно в него даже заглянуть. Следующий инструмент TeamCity. Его очень любят разработчики, потому что он достаточно просто настраивается, в нем очень круто тестировать код, у него очень интересные визуальные такие возможности, которые показывают нам, что упало, что пропало и так далее. Он условно бесплатный, то есть до 100 проектов и до 3 сборщиков, которые могут параллельно собирать какие-то части, вообще что-то делать, он бесплатный. Дальше он начинается уже платный. Опять же, то есть зависит от масштаба вашего проекта. Если кто-то готов ждать, пока там трое его соседей дособираются, то хорошо. Опять же, бывает так, что у вас процесс сборки задействовать может параллельно больше, чем три агента, когда у вас там один агент занимается, не знаю, тестированием таким, другой другим, то есть параллельные какие-то вещи, и вам трех может быть мало. GitLab CI. В принципе, достаточно удобный инструмент, я с ним работал у немцев. Если у вас есть GitLab, уже если вы используете GitLab как систему, где вы храните код, то ничего не мешает вам начать использовать GitLab CI. Все, что я могу сказать на эту тему. То есть это прямо такая часть GitLab, которая полезна. Ну и Circle CI, в нем прикольный, ну такой удобный функционал. Он лучше всего работает в облаке, и в этом облаке у вас есть бесплатно один контейнер. То есть это значит то, что вы можете бесплатно делать одновременно только одну какую-то сборку, то есть один какой-то процесс. Если вас это устраивает, то зашибись, если нет, что-то там платите. Можно его еще устанавливать на серваки, по-моему, он поддерживает только Ubuntu. Опять же, нужно сказать, что все эти изменения в лицензировании, в цене, во всем, они могут меняться от времени к времени. Суть в том, что Jenkins, он по идее полностью бесплатный, а все остальные, они как-то частично платные и ограничены до тех пор, пока вы не заплатите. Значит, самый важный момент для меня это пайплайны. Пайплайны – это когда мы с вами описываем то, что будет делать наша система CICD в виде кода. То есть как раз то, чем занимается DevOps, это что-то как код. В данном случае у нас это процесс CICD, интеграции, сборки как код. То есть вы пишете сценарий, и у нас эти системы работают по сценарию. Лучше всего, и поэтому я люблю, тут у нас используется Jenkins. Jenkins, по-моему, использует пайплайны вообще с незапамятных времен. У него есть там два варианта синтакси с этих пайплайнов, и мы будем заниматься, собственно, Jenkins. У него пайплайны пишутся на ужасном груве, но там можно разобраться. Bamba, она тоже с недавнего времени, по-моему, с этого года, а может с прошлого года, начала использовать тоже тот же самый принцип пайплайнов, когда у нас может все описываться в виде сценария. Но если в Jenkins'е сценарий такой более-менее коротенький, то в Bamba это гигантский такой файл, написанный на Java. И я, например, очень не люблю Java, но те, кто знакомы с Java, может им это и понравится. То есть там какие-то простые вещи, приходится громоздко так описывать. Я очень не люблю Bambaoom из-за этого. У GitLab CI, у него свой синдекс из простых YAMU файлов, в принципе, все понятно, но там не очень удобно некоторые интеграционные моменты делать, некие моменты с деплоем. У CircleCI я работал мало. По-моему, он ничем не отличается от GitLab'а, не уверен, что при помощи него вы захотите деплоить. То есть, например, если Jenkins, он у вас находится, у вас конкретно локально, и вы этому Jenkins'у сами прописали его ключи куда-то, что-то там, цифровые подписи и так далее, вы знаете, что он делает, то какому-то облачному провайдеру доверять, деплоить ваш продакшн, я не думаю, что вы станете. А тот функционал, который у них есть при развертывании CircleCI на Ubuntu, ну не знаю, погуляйте, может кто-то его использует. Ну и вот получился у меня такой кратенький обзор по системе CI и CD, чтобы вы понимали, что у нас CI — это интеграция кода, когда код каким-то образом берется из GitHub, проверяется, тестируется, если все в порядке, он там занимается объединением различных веток кода или отклонением каких-то запросов на их объединение, если что-то упало. CD — это у нас когда этот самый код, который мы только что собирали и объединяли, мы каким-то образом его на серверы отправляем и устанавливаем, и там тоже можем крутить, тестировать и так далее. Систем много, сами почитайте обзоры, какие вам подходят. Jenkins — это универсальный инструмент, которому тысяча лет, мы будем использовать его, чтобы понять саму концепцию. В принципе, если вы разберетесь с Jenkins, с остальными системами вы тоже легко разберетесь, принцип у них у всех абсолютно одинаковый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова